всем привет дорогие друзья подписчики и гости канала им games с вами андрей броски и сегодня мы посмотрим закрытую бетку игры paladins на playstation 4 давайте приступим замечательно я вижу уже русский текст это плюс группа ранее была доступна в steam или или access как там правильно в раннем доступе в steam еще с сентября шестнадцатого года так у нас тут соглашение мы согласны абсолютно его пролистывать будем очень долго но я его проглядывал до этого придумайте ник мы ник придумали уже давно загрузка профиля идет не знаю абсолютно что собой игруха представляет ну в смысле я не играл в эту игру ху поэтому не могу никаких пока выводов сделать но знаю что она очень похожа на overwatch только ее главное отличие то что она free to play на и выпускает ее соответственно другая фирма кстати разработчик это high res studios они же издателем выступают на сразу я смотрю бросают в обучение ну и и что и хотелось бы конечно увидеть чтоб экран двигался ага я понял дань сегодня от данила сообщения будут на английском давайте дань я понял тебя но я буду на русском общаться с тобой кей я думаю кей на английский в принципе понимаю так что ты можешь писать как тебе удобно так а левым аналогом и передвигаемся вперед назад и влево вправо стрейфимся в общем аналогом левым так отлично следуйте за и следующий локацию но немного есть глюки видите закрытая бетка не не все супер но окей картинка прикольная мне нравится то что здесь такой стилю стиль картинки рисованы какие-то там шейдеры используются vertex или как какие ага ваше здоровье постоянно отображается на экране если она достигнет нуля вы погибли и создаст иллюзию для того чтобы было вам в кого стрелять r2 у нас обычный огонь есть отдача у оружия но нет вибрации пока что в джойстике понятно красный контур обводят иллюзии соответственно соответственно это враги чтобы бросить гранату l1 это наша кстати способность так нам двигаться вперед нажмите r1 чтобы ускориться это другая наша способность пока что все достаточно неплохо единственная претензия у меня где вибрация ну ладно давайте мы спросим немного позже вот у опций в опциях в общем поглядим так следовать за и не следуйте за и да да не что то новое мы учим как раз как раз сейчас два чтобы активировать механический прицел да здесь кстати при прицеливании не такой сильный сильный разброс идет так ваша следующая способность которая у нас является самая сильная ее нужно полностью зарядить так и как ее зарядить ага если мы убиваем врагов у нас зарядка способность идет быстрее треугольник ага нам нужно было нажать r2 сразу я не прочитал ага вы можете находясь на седле нажмите левая новых вперед чтобы двигаться быстрее нажмите крестик чтобы прыгнуть ну прыжок я немного раньше освоил теперь направляетесь к цели да понятно захват точки долл и даня пишет на английском правда давно должны обучить как стрелять и ходить и стрелять все остальное должно быть на поле боя изучена ну я люблю проходить туториал тем более это будет такой небольшой обзорчик я все-таки наверно выложу это видео на youtube потом пусть пусть будет пусть будет полная полное обучение что с . происходит было написано что противники которые прячутся в тени они невидимы звук не особо приятный когда захватываем зону я понял что враги прячутся в траве но что делать с этими врагами что за вот вот здесь нога а а а а а а Если вы не выживаете, ваш команда получит пункты. В пейлоу-карт выживаете. В вашей команде должен выжить пейлоу-карт к бассейнам, чтобы выжить пункты дополнительные пункты в победе. Пейлоу-карт только может прогрессировать пункты в бассейнам, когда вы стоите рядом. Продолжение следует, продолжайте пушить пейлоу-карт. Отлично! Вы закончили базовый курс подготовки. Победа есть! Ура! Раньше не было кустов. Раньше не было кустов в этой игре. Ну, не знаю, честно говоря. Но если она была в раннем доступе на Steam, там могло быть много чего-нибудь. Это же, по сути, вообще там, я не знаю, начинают они, наверное, с альфа-версии, выкладывать эти игры в ранний доступ. А потом уже только появляется больше деталей. Так, я знаю, что, кстати, тип очень похож, да, на Team Fortress. Там я слышал такие разговоры по поводу игры, что много было выпадов в сторону компании Hi-Res, о том, что игра очень похожа на Overwatch и является его клоном. Но, по словам разработчиков самих, они вдохновлялись игрой Team Fortress, и оно и видно. Этот персонаж, ну, прям, прям, прям очень похож. Так, что у нас тут есть? Лучший в классе. Что это значит? Главное, это кружок. Награды. Это, которую мы, видимо, за обучение получили очки. Друзья, еще раз повторяюсь, первый раз я запустил эту игру. Это закрытая бета. Ранее на PlayStation эта игра вообще не была доступна. Сейчас мы смотрим все ее тонкости, детали, нюансы, геймплей, настройки и так далее. Так, играть еще раз нет. Мы хотим на главную вернуться. Видим такое меню. Так, герои сундук и с сокровищами. Что это за сундук с сокровищами? Это мы получили, видимо. Содержат карты, золото и украшения. Открыть сундук, купить сундук. Нет, мы хотим просто открыть. То, что у нас есть, что мы получаем. Получено сокровища, карты, я смотрю. Бей и беги, карта. 9 жизней при использовании скорость движения увеличивается на 10%, на 2 секунды. 250 эссенции, это валюта и танец. Сценка, необычная эмоция. Крестик, если нажать, то можно, да, установить. Но мы пока посмотрим то, что стандартно. Активируйте усиление, чтобы получить бонусный предмет. Давайте пока ничего здесь менять не будем. Давайте глянем, что у нас выставлено. Это что такое? Герои. Давайте там, где все-таки у нас красные такие цифры появляются. Туда и заходить. Новый герой. Гровер. Поддержка. Так, в данном случае у нас 23 героя. Доступно для выбора в строку сколько? 6, 9, 11, 22, да, 23. Но открыто только 2. Ладно, видимо для бета дают нам Виктор. Урон. И Дрогос или Дрогос тоже на урон. Тут поддержка, что есть еще? А, есть еще и Кинеса, тоже урон. Танк Фернандо. Кира урон. Скай Фланг. Пип. Поддержка. И Мэй Фланг. Что если? Что если нажать на этого героя? Его можно разблокировать, но нам нужно 5000 золотых монет или 200 какого-то опыта. Героев нужно покупать. Подсказывает Данил за это. Спасибо тебе за подсказку. Так, новые карты я смотрю. Тут мы получили. Вот она кстати. Бейбиги она называется. Да, чтобы тут до конца разобраться. Но я так и предполагал. Времени понадобится немало. Надо просто играть постоянно для того, чтобы тут все эти тонкости изучить. И давайте Гровер глянем. Такая же самая цена. На него 5000. Да, тут кстати можно вращать персонажа. Смотреть. Так, дальше. Доступно вариантов 3. Это эмоции, которые он будет показывать. Танец по умолчанию. Понятно. По умолчанию. А вот то, что мы эксклюзивно получили. Это танец. Окей, ну мы... Давайте танец. Пусть будет у нас танцором. Этот Гровер. Так, 2-3. Да. 8-8 персонажа. Все верно. Я же сказал 2, которых я увидел. 2 урона. 2 урона. Потом идет у нас... Он еще тут урон. Кинеса. И всего 8 оказывается доступны персонажи. Других нужно покупать. Как нам основа, так и подсказывают Данил. Есть у нас Анара танк. Возле нее вообще написано новое. 7500. Разблокировка. Так, ну... Карты конфигурации. У нее есть конфигурация по умолчанию. У нас дают еще 5 слотов, которые мы можем создать конфигурации для этого персонажа на свое усмотрение. Дальше. Навыки. Навыки у нас назначены на кнопки. Ну, что-то да. Напоминает мне немного с этими картами. И единственное, что стиль не такой. Тоже Парагон. Вот недавно вышедший тоже фри-то-плейная игра. Так. Тайтл, тайтл, тайтл. Это что вообще такое? Тут у нас все пусто. Возможно, здесь должны появляться какие-то события или новости. магазин, профиль. Это мы смотрим, что у нас, какие мы действия выполняли. У меня второй уровень. Понятно, я первый раз сегодня ее запустил эту игру. Сыгранное время 0 часов 0 минут. Общего по 30. Здесь у нас есть рейтинги, списки лидеров, награды, наш общий прогресс. Сколько нужно набрать очков до следующего уровня. История героев. Так. Так, сундук с сокровищами. Здесь мы были герои. Мы смотрели магазин. Куда это перейдет? Как-то тоже пустоват магазин. Возможность только. Ну и тут рекомендации у нас ничего нет. Потому что, видимо, мы не провели ни время в игре. Ни секунды. Здесь у нас покупка персонажей. Есть покупка предметов. Коллекции головы. Тело. Оружие. Эмоции. Голосовые пакеты. Самого ценного игрока. Поза, наверное, самого, да? Цен граффити. Средства передвижения. Сундуки. И аккаунт. Использовать код. Получить призы. Или усилитель. Зарабатывайте больше опыта и золота. Ок. Давайте играть. Все мы как бы просмотрели. Тут еще у нас есть. Вижу квесты. Справа написано. Требуется уровень аккаунта 7. То есть, чтобы начать выполнять квесты. Ок. Options. Это главное меню. Опции. Выход. Отмена. Гамма. Общение. Тачпад. Мы можем видеть, что 110 игроков в сети. Приглашение. Отправить приглашение. Команда. Можем создать команду из четырех игроков. Или даже из пяти. Хотел я еще в опции зайти и глянуть, что у нас тут. Гамма. Поле зрения. Аудио. Громкость уведомлений. Громкость голоса. Музыки. Эффектов. Общая громкость. Игровой процесс. Показатели урона. Большой. Маленький. Выключен. Оставляем все по умолчанию. Просто пробежимся быстро по опциям. Глянем, что представляет собой игра. Боевой журнал. Отключено. Включено. Всегда показывать здоровье игрока. Отключено. Включено. Автоматическая покупка предметов. Включено. Мерцание прицела. Включено. Цвет прицела. Можем менять цвета. Небольшой нам дают цветовой выбор. По умолчанию он серый, но может быть. Давайте пока глянем, как с ним. Тип прицела по умолчанию можно убрать. Точность. Широкий. По умолчанию. Пусть будет. Контроллер. Контроллер. Меня интересовало, почему нет вибрации. Давайте посмотрим. Может быть ее можно включить. Так. Инверсия оси XY. Режим быстрого прицеливания. Динамический. Классический. Усиление. Усиление. Быстрое прицеливание. Тут можно открыть настройку. Это, видимо, доводка будет прицела. Инверсия отключена. Эффективность отслеживания при прицеливании. 10. Эффективность магазина при прицеливании. Мертвой зоны джойстика. Но тут неплохо настроек. Обзор контроллера. Видимо, что к чему. Вопрос по вибрации. Так я и не увидел, чтобы здесь можно было включить. Странно. Конечно, странно. Ну. Окей. Будем иметь ввиду. Давайте непосредственно в саму игру теперь. Что у нас тут? Северная Америка. Что ты такое, Северная Америка? Наверное, нужно мне сменить регион. А может быть и не нужно. Друзей онлайн 16. Я так там. Но никто в паладинц не играет. Давайте, наверное, Европа выберем. Зачем же нам Северная Америка? Обучение мы прошло. Состязание у нас закрытое. Все члены отряда должны иметь не менее 12 героев уровня мастерства 4 или выше. И свободная игра. Сражайтесь с другими игроками. Первая победа дня засчитана. Вот так написано. Давайте. Давайте смотреть. В очереди на F3. Покинуть очередь. Ага. Мы можем отменить. Нет. Давайте в очереди все-таки находиться. И ждать своего, так сказать, звездного часа. Выберите героя. Ну, давайте начнем с того, который доступен. Который был первый. Виктор. С Виктором. А здесь да мы что-то такое с эпическая. Солдат. Го-го. Вот нафига ты? Нафига ты вот включил такой микрофон? Похоже, как с нами обезьяны здесь участвуют в игре. Первая карта Остров лягушек. Так, вы берите легендарную карту. Пальба. Стычка труса. Что это у нас такое? Пальба. 15% дополнительному урону с прицелом. А, на этом мне не хватает. Просто у нас есть возможность выбрать только пальбу. Механический прицел. Плюс 15% дополнительному урону с прицелом. Окей. Выберите конфигурацию. Так, как их тут выбрать? Здесь у нас дальше идут карты. Виктор основная. Тут я просто не могу ничего двигать. Ну давайте. А, это получается конфигурация. У меня дается всего 6. Одна как бы собранная. 5 я могу сам назначить. Я ничего не назначал. Поэтому по умолчанию мы выбираем вот эту конфигурацию. В которой есть бронежилет. Плюс 150 здоровья. Граната 3. Осколочная граната. Попадание в противников гранатой. Создает 18 боеприпасов. Второе дыхание 2. Беготня после активации скорость. Беготни увеличится на 20% на полторы секунды. Есть регулятор 2. Уменьшает отдачу на 50%. И рефлексы 2. Механический прицел устанавливается на 30% быстрее. Вот такая вот штука. Почему у нас вид идет не от первого лица? Жмите кружок для покупки предметов. У нас есть кредиты 449. И мы можем на них покупать. Покупать и улучшать предметы. Чтобы усилить своего героя на этот матч. Ну я даже не знаю. Дорогу не нравится когда его называют ящерицей. Драгозу. Меня или отправили из игры. Потому что я не принимал участие. Или я не могу понять. Или оно просто выкинуло. Так, давайте попробуем еще разок. Ежедневная награда. Меня уже наградили. Следующая награда через 13 часов 44 минуты 52 секунды. ОК. ОК.